Сегодня в Югре работает заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Анаприенко. Сейчас он находится в Сургутском районе на площадке компенсационного лесовосстановления. Это молодые деревья, которые высаживают взамен утраченного при пожарах леса. В Сургутском районе работает и наша съемочная группа. Данил Прилуцкий выходит на прямую связь со студией. Данил, тебе слово. Здравствуйте, Дмитрий. Сейчас мы находимся на так называемой выжженной земле. Эта территория в прошлом году сильно пострадала от верховых пожаров. На площади более 200 гектаров в Сургутском районе сгорела немалая часть хвойных деревьев. Но это уже в прошлом. Сегодня недропользователи ведут здесь лесовосстановление в рамках нацпроекта «Экология». Еще в прошлом году тут начали высаживать сосны взамен сгоревшим. Сейчас их уже более 8 тысяч саженцы везут из питомников Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска. Несколько штук сегодня посадили и чиновники. Заместитель министра природы и экологии РФ совместно с заместителем губернатора Югры во время осмотра присоединились к рабочим и внесли свой вклад в лесовосстановление. Первый, к слову, отметил успехи Югры в этой области. Очевидный положительный пример на Урале. Мало того, что Хантамансийский автономный округ занимает второе место по площади лесовосстановления, первое место по искусственному лесовосстановлению. Эти площади составляют 15 тысяч, а общая площадь лесовосстановления почти 24 тысячи гектаров. База авиационной и наземной охраны лесов, которая, кстати, в этом году исполняется уже 27 лет. У базы в задании тоже комплексный подход. База занимается не только защитой и охраной лесов от пожаров, но и воспроизводством. Это единственное учреждение в стране, которое занимается таким комплексным подходом.